всех приветствую меня зовут дмитрий маракасов я решил сказать о своем проекте значит я уже 15 лет в свободном и открытым по стараюсь контратить много во что и так получилось что мой путь связан с системой freebsd они линуксом вот и там я больше все вкладываю систему портов признает это пакет на системе фребезд из нее делать и бинарные пакеты а сама насос бы есть вот я поддерживаю порядка 400 портов и у меня есть котелки поскольку я не могу жить в инвестиционном вакууме мне нужно знать что мне что-то нужно обновить мне нужно знать не упустил я какую-нибудь проблему о которой возможно кто-то еще знает я хочу понимать возможно чего-то не хватает в позиторию чего-то добавить что нужно другим людям и вообще не интересно насколько в бездип а он как вы наверно знаете менее популярны чем linux то есть если говорят что ли на 100% рынка то приблизи наверно там один процент от этих двух процентов и в этом это интересно насколько насколько он может угнаться за линуксом и насколько сравним есть системы которые наверное есть у многих дистрибутивов и репозитория в которые собственно решают часть этой задачи они позволяют понять например что появились новые релизы потому что тут главный план что невозможно руками прокликать все 400 проектов невозможно слизи новостями потому что на себя публикуете не все а хочется обновлять все без исключений вот работают они просто некоторые смотрят на наличие новых торболов просто берут версию грубо говоря прибавляет единичку смотрит появился ли такой архив некоторые смотрят на сайт и в частности есть проект ризмониторинг.org он насколько я знаю по регулярным выражением парсят какие-то данные сайтов проектов ну а кто-то смотрит на такие вес то есть на гитхабе вот но все это как решает только часть задачи во вторых дает ложные срабатывания как здесь например видно это вот инструмент от фребезди который смотрит на новые релизы того что у нас портах есть но здесь например видно что плохо видно но вот четвертая строчка снизу пятое там появился так push и он здесь считается новым релизом почему-то то есть ложное срабатывание есть но и опять-таки не все ловится вот поэтому учитывая что есть другие хотелки появился здесь сделать такой проект который первом приближении делать простую вещь он скачет информацию о нескольких репозиториях делает табличку не сводную и вот я откопал вчера 1 1 1 1 1 1 1 комитов своем репозитории он даже запустился и это выглядит примерно так то есть получился огромный портянка html к и здесь видно какие есть версии того репозитории как из них актуальные какие какие требуют обновления где пакет отсутствует вот началось с этого наверное про историю не особо интересно слушать но прошло пять лет теперь это выглядит примерно так теперь это полноценный сервис там база данных он обновляется время времени там куча срезов статистики и так далее вот собственно про него хочу рассказать надеюсь что все антенеры которые присутствуют здесь мои коллеги его используют возможно кто-то знает что-то новое в любом случае главное что я хочу это какой-то фидбэк услышать потому что я продолжаю развивать и надо видимо получать как обратную связь вот ну что было понятно что вообще делает можно начать с того как он работает собственно он ходит а все репозитория которых знает и собирает формацию пакетах там вот для примера то что получается этот это формат репозитория дебен видно что это обычно текстовый файлик мы его качаем и видно вот я выделил какие-то поля которые нам интересны в частности это но самое главное это имя пакета то есть название и версия но также какая-то информация типа там домашней страницы и категории который принадлежит и монтейнеры второе это самое сложное мы нормализуем данные потому что везде все по-разному пакеты называются по-разному версии пишутся по-разному кто-то искажает версии вот есть куча проблем мы стараемся с ними бороться в частности первое что делается это пакеты принадлежащие одному проекту ну здесь ведем термин проект проекта то вот upstream 11 проекта джинкс вот он может быть опакет по разному соответственно пакет это тоже содержится в репозиторию вот склеиваем то что принадлежит проекту разделяем то что принадлежит разным проектом потому что бывает два разных проекта под одним названием вот и самое интересное это версии как бы они там не выглядели мы стараемся из них все-таки вычленить то как upstream эту версию назвал вот то есть обычно что-то вот простенькой виде виде 7 вера там циферок зеленых точек и возможно префикса суффикса там при релизного потом эти версии мы сравниваем соответственно сравнив их мы получаем информацию о том какой пакет новый какой пакет требует обновления есть там другие статусы ну из этого все получается над этим всем строится все остальное инфраструктура собственно но тут написано история фиды так далее вот масштабы на данный момент такие три с половиной сотни репозитори в различных 85 плюс-минус пакетных инфраструктур они же формата данных но потому что можно считать первым движение что то есть пакет инфраструктура это отдельные семейства репозитори в которые не делятся пакетами например debian ubuntu все производные дебинат 1 инфраструктура там один формат и пакеты там скорее всего дебина по большей части вот поэтому от считать инфраструктуры там информат вот соответственно есть куча других ты спина миллиона пакетов порядка 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 миллиона проектов вот это просто список репозиторием для примера соответственно здесь куча линуксов здесь все безе представлены здесь какие-то дополнительные репозитории которые можно подключить к линуксу здесь не линукс частности solaris какие-то в общем вещи про которые даже не знаю что системы но коз для него есть два или три репозитория репозиторий отдельных языков программирования то есть коллекция модулей типа pipe и там или сипан для перла или раби джем для раби и некоторые интересные источники которые являются репозиториями напрямую но тем не менее их можно использовать как источник новых версий например этот новостные сайты и самое интересное треки дата поскольку это не репозиторий но это источник версии для википедии вот вроде как тоже важно важная вещь и с одной стороны и в ней могут быстро появится новая версия когда они выходят наоборот им полезно тоже знать что у них информация устарела и нужно наведать данные соответственно что точка на википедии обновилась вот ну тут я хотел браузер показать нам это будет долго поэтому у меня принципе скриншоты давайте пройдемся быстренько по сайту собственно верхнее меню основные разделы первые из них это проекты проект этого список всех проектов уже объединенные пакеты то есть региона информация вот вот здесь видно табличку это принципе примерно то что было на первом слайде то есть развитие вот той самой таблички только теперь она листается по страничкам здесь также видны проекты для них последняя версия все остальные версии ну игнорируемые версии которые по каким-то причинам считаются неправильными мы их не можем сравнивать мы их отдельно считаем как бы не чувствую сравнений вот здесь важно важно улучшение по сравнению с тем что было пять лет назад это система фильтров соответственно она позволяет получить всякие выборки из этого который можно использовать можно использовать для каких-то своих целей ну во первых это фильтр по имени там можно под строку использовать например фарфокс найдет там фарфокс тире чего-нибудь собственно бить свой email вам антенера если он если позиторию публикует то по нему тоже будет выборка категория чтобы это не значило в разных репозиториях и соответственно фильтры по наличию как репозиторий или брат по отсутствию дальше четыре поля это популярность пакета то есть можно фильтровать например вещи которые пакетчены только в одном из двух репозиториях из предположения что они не особо кому-то интересны вот и пять чайбоксов где можно выбрать соответственно пакеты с каким-то статусом частности например можно ткнуть в outdated и вы получите пакеты которые не на последней версии если при этом вы дополнительно ведете своего антенера значит это ваша пакета который требует обновления вот соответственно не обязательно руками тоже делать есть страницы монтаж репозитория с которых есть ссылки на уже заполненные фильтры и соответственно список пакетов который уже выбран по интересам вот дальше если ткнуть на отдельный на любой из проектов мы перейдем на странице проектов их там много вон там справа есть меню вот здесь например 1 страница это просто по репозиториям репозиторий пакет версия и монтейнер вот можно посмотреть где на пакетчин с какими версиями и что интересно можно ткнуть на имя пакета мы перейдем на страницу пакет уже принадлежащего какому-то конкретному репозиторию а там мы можем посмотреть как она пакетчин и это может быть интересно вот другие страницы это вот пакеты по отдельности более подробно тут видны ссылки лицензии там комментарий и так далее это немножко сумбурная страница но здесь различные поля пакета сгруппированы как бы группы и можно посмотреть например все версии отсортированы одна из них последние остальные соответственно какие-то другие сколько 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 их в целом каждой версии встречается у нас пока системе какие комментарии какие монтейнеры и так далее вот здесь важные вещи и сейчас они запрятаны глубоко на этой страничке но они появились недавно когда ты их вынесу в отдельный раздела но я считаю что они важная вещь и в том числе для дальнейшего развития проекта это они все пристегают из ссылок которые мы собираем с пакетов для каких-то случаев они генерятся для репозиториев это список рецептов пакета для мантинер это прям ключевая вещь вроде как дори полотчо такого нигде не было но сейчас работа над пакетом мы можем посмотреть как он оформлен других репозиториях почему во всех вот это очень полезно сюда можно посмотреть как он собирается какие патчи накладываются как он изменяется какие там есть подводные камни и сэкономить возможно кучу времени вот также пока пока таких ссылок мало но есть ссылки на готовые патчи и все репозитории пока предоставляют они немножко так сбоку где-то лежат но тем не менее оттуда тоже можно достать полезные вещи соответственно все другие виды ссылок то есть на домашней странице и вот ссылки на скачивание есть страницы с историей где мы видим таймлайн всех релизов и событий в репозиториях когда они догоняют этот релиз вот когда-то из этого возможно будет сделана какая-то метрика насчет того насколько быстро репозиторий догоняют upstream но пока этого нет вроде как это не очень важно далее уязвимостям и положить взаимодействие с базой данных уязвимостей nvd и умеет связывать с проектами и соответственно фильтровать по версиям и определять какие версии имеют уязвимости соответственно на версии которая вот под одну из уязвимостей попадает это проекта и под диапазон версии будет около версии желтый треугольничек это тоже полезно и по ним тоже можно фильтровать и видеть уязвимости тоже есть фича когда мы по ссылкам когда несколько проектами это не те же ссылки мы можем считать их никто смысле рост родственными и это позволяет какие-то связи проводить но наверное скорее всего это нужно только мне потому что вот здесь например пример есть пакета imat а есть пакета imat 30 его надо объединить это вот способ найти такие пакеты полезная для стрима вещь 3 пола же может генерить такие вот бэджики не знаю как это по-русски сказать но короче это картинки которые можно разместить на сайте либо в ридми и гид хап репозитория там будет список всех версий всех пакетов во всех репозиториях пакетных собственно у многих проектов и странички вот у меня здесь пример окуляра раздел установки и там обычно перечисляется все операционной системы и дистрибутив которых он есть вот такой бы джек его заменит или приятно дополнит но есть много собственно разных бэджей кроме такого большого есть маленький репозитория для количества репозиторий так далее вот второе самое интересное материал собственно раздел мантейнеров такой в раздел вводим свой email вот здесь например мой я представлен два раза потому что она фрибезди у меня отдельный имейл соответственно по своим обычным именам топе значусь нажимаем заходим страницу мантейнера видим все репозиторий в которых мы присутствуем здесь ну например здесь депорт это производная 3 бизди портов то есть это парк и dragonfly немножко отстают и ну вот они здесь есть как бы для меня это вторично я напрямую с ним не задействую но для полноты а для других репозиторий в например для того же дебина здесь буду себе релизы он скорее всего манты не где много репозиторий у которого скорее всего интересна последняя версия вот это тоже статистика количество пакетов количество проектов количество актуальных проектов или пакетов количество тех которые требуют обновления проблем уязвимости и также ссылки на всякие списки вот если нажать соответственно на вот циферку колонки отдает получим напрямую список своих пакетов которые требуют обновления вот например мой я недавно потянул хвосты у них осталось мало было там два час чего точно насыпалась ну вот это собственно список которым я пользуюсь он довольно быстро обновляется я сразу вижу что начали нужно работать обновляю это и у нас исчезает соответственно это очень помогает работе манты не да есть другой способ смотреть за обновлениями этого тоже табличка раньше показывал там есть ссылки на виды есть а тема версия то есть это тоже timeline лично для меня здесь для каждого моего порта когда он когда появляется новая версия я вижу здесь запись вот и соответственно обратную запись когда я обновил его и он стал актуальным вот эта штука ну я тоже пусть соответственно чтобы видеть чего чего нового добавилось она есть в виде а там туда я можно подключить например к мобильной читалки вот здесь пример это что я вижу свой мобильник вот и тут надо сказать что здесь у меня сразу два фида вот стоит тузы для фрибизи который показывал для репа ладжи они не изменяют друг друга но дополняют потому что что-то репа ладжи не видит у них тоже есть какие-то false позитивы вместе они прям работают замечательно ну что-то дублируется конечно вот целиком они покрывают вместе не покрывает все все вот есть отдельный раздел проблем по информации которые пола же имеет о пакетах она может находить некоторые проблемы они конечно такие не глобальные которые касаются того как пакета форме но в частности мы умеем проверять живых ссылок вот и вот здесь например для каждого репозитория для монтейнера можно посмотреть что ссылки которые участвуют пакете про тухли здесь например есть какие-то пакеты ссылками которые открываются по таймауту вот и также цепы и привязки некоторые репозитории ну кто не знает есть такой формат cpae которые вот как раз используете лизимости это некий некий способ однозначно определить проект его набор версий и так далее и пакеты привязываются собственно к этому идентификатору и потом их можно сравнить с базой данных уязвимостей вот эти привязки могут быть неполные здесь тоже по ним проблемы показываются тоже можно полезно что получит качестве репозитория ну собственно раздел с репозиториями тут большая табличка всех репозиториев статистика насколько они полны насколько они актуальны количество монтейнеров количество проблем количество уязвимостей здесь есть интересные вещи такие как графики вот например отдельных вариант эта карта карта всех репозиториев по горизонтали у нас количество пакетов общие партикали количество пакетов актуальна и соответственно здесь видна вся экосистема насколько она большая и место каждого репозитория в ней частности самый большой репозиторий это никс аур сизиф если кому интересно где-то это вот он вот прибезде актуальней как оказалось и вполне для тех кто относится какому-то репозиторию интересен возможно будет раздел про обновления это понимает почти никто не знает отдельно вкладочка подраздел репозиториев последнее время обновления и если на него нажать но это статистика возможно какие-то проблемы с давлением если нажать будет лог там тоже есть некоторые проблемы они к сожалению пока хотя должны тем проблем который раньше показывался ссылками не прикрепляются но наверное когда-то будут вот здесь частности тоже какие-то битые ссылки есть но уже не по факту а по формату то есть там что tps и . запятались от двое точь и он тоже может творить тоже может учинить графики это тоже сизиф кстати прямо видно что на обновлять рассудки возможно если кто-то к этому имеет отношения можно почаще сделать ну и всякие интересные вещи которые придумались и сделались не знаю сколько полезны но по крайней мере интересны есть раздел tools там принципе немного вещей но вот интересно это тренинг projects это пакеты которые очень проекты которые опакетчиваются в большем количестве репозиториев или меньшим то есть добавлять куда-то или удаляются вот тут частности вчера посмотрел узнал что появился бсик 3 наверное что-то интересное иначе не узнал про него вот но и также видно что какие-то проекты от них отказываются возможно их тоже нужно откуда-то вычистить опять-таки уязвимость отдельный раздел здесь вид всех уязвимостей которые привезли к проектам собственно можно посмотреть на саму уязвимость можно прийти к проекту ну и на главной странице там есть такой вот список топов каких-то мерилок по разным по разным критериям вот ну и секретная вещь про нее почти никто не знает вам я расскажу есть отдельный вид бэджи к сожалению пока не страница для него чтобы его соорудить но высшую сах есть про него ищу и там примерно видно его урл и по урлу примерно можно понять как его делать вообще смысл такой что-то матрица и попросили коллеги запретить мапа тоже проект где участвовал никогда активно это зависимости для их собственно какого-то проекта и здесь для всех видно во всех репозиториях насколько не актуальны и отдельно можно сделать пороги по версиям соответственно вот темно-красно это то что не поддерживается вот видно какой репозиторий представляет сама последней версии какой не последний на поддерживаемые а какой вообще не поддерживаем вот ну можно немножко сказать про вызовы интересные которые встретились в работе с проектом во первых разровение версий здесь есть некоторые примеры это не все ну хотя основное под это пришлось написать целую библиотеку если кому нужно это ее можно взять на githubb на си написано найти лицезия очень простая там одна функция которая берет два указателя на чар не возвращает ошибки не уделяет память сравнивается версии вот опробованы на получше по моим представлением самая универсальная библиотека для сравнения версий вот это вот примерно то что она умеет нормализация данных сложная вещь собственно вот эти все слияния разбивки и так далее игнорированной версии требуют ручных правил и сейчас 20 тысяч примерно копило завод пять лет не могу сказать чтобы это много времени тратила но вот тем не менее труд какой-то был сделан видимо вот и возможно тоже кому-то пригодится из репозитории с правилами отдельный они там разбита по категориям сначала мы производим слияние пакета потом сбиваем их если потребуется потом игнорированной версии вот возможно кто-то что-то оттуда на манит интересное интересный вызов партинг версий тут вот есть два но обычно обычно все легко есть обстрим версия репозиторий прибавляет не ревизию это какая-то внутренняя версия пакета и возможно эпоху для случая когда версия по каким-то причин уменьшается но нужно сохранить возрастающий порядок вот рпм эти беде бен они интересны поскольку они любят добавлять свои вещи в рпм есть проблема что версия и релиз это разные поля и вот при релизный суффикс типа альфа один бета-два там он участвует не поле версия в поле релиз вот его надо оттуда выпросить и приклеить к версии такой челлендж там был долго к ним ушел но что-то сделал вот и соответственно нужно понять что если мы не можем то сделать это при релизной версиям мы должны это понять чтобы не считать ее последний поскольку она на самом деле snapshot вот такой версии обстрима нету вот и у дебен просто куча куча суффиксов и вот интересная тильда которая меняет правила сравнения это тоже пришлось делать но это было сделано некоторые источники не любят предоставлять информацию но их мало слава богу ну вот некоторые поставят проблему папе очень хотелось потому что питоновских пакетов а пакетчана собственно в репозиториях уже дистрибутива много хотелось иметь для них последней версии но папе не предоставляет выгрузки всех данных в удобном точнее подходящим подходящим формате они представляют какой-то google big table который нельзя без регистрации на google скачать это я считаю неприемлемым поэтому пришлось делать свой сервис здесь ссылки можете его использовать он живет на фидах обновлений стопе делать большую джи сони но ему скачать там принципе все есть ну для некоторых позиториях такая же штука нужно частности для фрибе сди своей же еще не сделал когда-нибудь сделаю более подробную выгрузку вот и сиди спасибо даниле шейну знаю есть он здесь спасибо был сделать было сделано выгрузка для репола же там больше информации чем 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 было до этого это очень полезно ну и последнее интересно это вот взаимодействие с англите во первых вот эти цепи привязки собственно cp так выглядит там какие-то служебные поля потом название вендора название проекта версия и какие-то еще поля типа там целевой 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 железочек целевого софта и так далее вот в общем их нельзя никак сгенерировать их надо делать руками еще бывает несколько длинного проекта сейчас вот 3000 штук накопилось тоже руками добавляю пока не устал от этого был написан парсер нвд он принципе простой но вот он делает важную вещь качает оттуда после информации вместе их и сопоставляет с базы репола джи ну и взаимодействие с вами где тоже надо потому что у них есть ошибки в этих всяких уязвимостях уже было написано порядка душа писем ну точнее это переписка там мы будем считать что сейчас не перестали отвечать это плохо не знаю чем это связано там были проблемы со словом какие-то у них мои письма подали может это связано с политической ситуации на вот такая печаль есть нет возможности что-то пофиксить надо наверное как-то по-другому с ним попрос связаться про планы можно сказать собственно логично но на самом деле нет не буду переписывать все написано что довольно неплохо какой-то фактор конечно требуется но основные планы это конечно улучшить сайт делал презентацию не стало стыдно за запутанность его наверное какую-то поэтому надо его немножко переделать важная вещь хочется сделать поддержка гитхаб напрямую то есть наверное тоже потребуется какие-то привязки ручные что-то автоматически но версии брать прямо из тегов это будет круто это будет быстро это будет надежно держать формацию зависимость хочется чтобы обстрим например мог узнать что сейчас полезно для обстрима то что знает как как и где его проекта пакетчин а будет также знать кем используется кажется это тоже немаловажно вот и хочется патчи рецепты логи сборки собирать себе и делать из них какие-то выжимки на первых чтобы не тыкать по куче ссылок показать рецепт на одной странице чтобы можно было разом посмотреть как той а пакетил что вот и возможно по логом сборки не знаю фильтровать warning оттуда тоже кто-то мог чтобы например обстрим видел что его проект собирая сварки в каких-то притребутивах вот у меня все я хочу сказать что репозиторий каждый отдельный на самом деле не обособлен у нас целая система мы дублируем свою работу много раз но кажется что мы можем это не делать я надеюсь что сделал инструмент который поможет это улучшить вот давайте общаться как монтейнеры использовать наше решение спасибо вам большое за доклад и особенно за вашу работу замечательно так коллеги значит ровно два вопроса и больше не будет потому что мы дали слово дмитрию вот и немножко вылезли за границы обязательно в кулуар все обсудим пожалуйста слоев олег базальт и спу меня вопрос а вот этот сервис он физически где хостится физически на виртуалке на хостинге спринт в россии на виртуалка большая коллеги если вопросов больше нету у меня еще еще есть у меня небольшой комментарий михел новоселов как монтейнер на котором пожалуйста без комментариев только вопрос здрасте комментарии с удовольствием смотрите ну я поставить подкатка описать мы работаем на печки у нас есть инструмент на печки и свой пакетный менеджер композе называется и у композера у них собрали свой пакет шлист то есть тоже репозиторий свою так вот связи со всем интересным что сейчас происходит суть в том то что ведется активно подробная деятельность и мы не можем теперь напрямую качать от разработчиков вообще даже за гитхаба желательно и нам нужно дублировать где-то скажем так печки все пакеты которые пишут где-то ну или мы не можем напрямую качать и соответственно что нам делать вообще не знаю как вам ответить нет как как у нас нет информация собственно сам контент мы не качаем ну кстати кому-то на кей статистика там и какие-то выгрузки это можно обращаться но вот а как эти проектов а куда нам вообще вот вот ну я ко всем обращаюсь куда нам направиться кто нам как нам вести то есть это же не только печки а давайте предлагаю направиться в кулуары потому что вопрос действительно не к пианисту это явно не общий вопрос вопрос актуальны спасибо большое дмитрий